Для меня сегодня большая честь, привилегия служить в моей церкови и для меня большая благодать быть здесь и делиться с вами словом. Ту тему, которую я приготовил на сегодня и хочу поделиться с вами, она относится к нашему будущему, она о нашем будущем. Я эту тему назвал «Ты можешь оставить следы на этой земле». И я верю, что это слово направлено не только к нашему разуму, но также к нашим сердцам. И я также верю, что много чего изменится после этого слова в нашей жизни. Поэтому, если ты принес сегодня Библию, давайте откроем Евангелие от Иоанна 15 главу и прочитаем 16 стих. Здесь Иисус говорит прекрасные слова. Не вы меня избрали, а Я вас избрал. Я избрал вас и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Ты знаешь, ты сегодня здесь не случайно. Никто из нас сегодня здесь не случайно. Господь Иисус Христос сам лично, Он говорит, что избрал нас. Знаешь, что такое избрание? Это из большого числа выбрать кого-то одного. И когда мы выбираем что-то, когда мы ходим в магазин, мы выбираем, что нам необходимо. И когда Иисус посреди всех народов, среди миллиардов, Он возложил свою руку именно на тебя и сказал, Я выбираю тебя, Я избираю тебя. И ты знаешь, не просто так, чтобы мы были спасены. Не просто так, чтобы мы пребывали в церкви. Не чтобы просто наша жизнь была спасена. И мы, прожив эту жизнь, пошли на небеса. Нет, возлюбленные, Иисус Христос избрал нас на этой земле, чтобы мы оставили след. И Он сказал, Я хочу, чтобы каждый из вас на этой земле принес плод. Этот плод пребывал. И тем самым оставите след. И знаешь, что означает оставить след? Это означает оставить влияние, память. Я помню, когда мы были маленькими, особенно ребята, Мы любили оставлять свои следы где-то. И даже было такое. Есть в армянской поэзии такой стишок. Дай мне точилку, я что-то напишу, и чтобы обо мне всегда помнили. То есть люди любят, особенно дети, оставлять где-то следы. Здесь был Вася, здесь был тот, здесь был тот. Но этот мир живет для удовлетворения своих собственных нужд, для своих амбиций. Но в этом мире они живут без надежды. Многие разочарованы, возлагая свои надежды на богатых, знакомых, на своих родных. И мы видим сегодня многих людей, которые живут в разочаровании, сожалея о прошлых своих ошибках. Многие говорят, как я жалею, что я возложил свою надежду на своих родных и получил совершенно неожиданный ответ. И многие в этом жизни живут в разочаровании, ища своего. Но я ошибусь, если я скажу, что и мы не живем в этом мире. Но Господь избрал нас в этом мире и сказал, я хочу, чтобы ты был мой. Я хочу тебя избрать из этого мира, из этой самолюбивой жизни, из этих амбиций. Из той жизни, в которой вы проживали, каждый свою жизнь Иисус сказал, я избираю тебя. И возложил руку на каждого из нас. И Он сказал, я хочу, чтобы вы принесли плод, и этот плод, чтобы пребывал. И вместе с этим всем Иисус сказал, я не оставлю тебя одним. И когда я готовился к этому слову, я, честно говоря, поговорил с больше, чем десятью людьми. И спросил их, вы бы хотели оставить след на этой земле? И ты знаешь, все ответили, да, мы хотели бы оставить след на этой жизни. И я не хочу сегодня спрашивать у вас, кто бы хотел оставить след. Я просто убежден, что каждый из нас хочет оставить плод, который будет пребывать. И оставить след, это означает оставить влияние на жизнь, на какую-то жизнь или на общество. И чтобы оставлять след, мы должны делать что-то, что не делают другие. И я вам хочу рассказать одну историю об одной девушке. Она в детстве жила в своей семье, и в один из дней она получила, она получает слово после школы «Жить для Господа». Жить не так, как живут ее подруги, потому что в 18 лет все ее подружки мечтали о прекрасной жизни, о свадьбе, о хорошей одежде, о интересных занятиях. Но эта девушка, она приняла решение подарить свою жизнь Иисусу, и жить им, и быть там, где сложно. Ее звали Агнеса. И потом это стало известной женщиной, мать Тереза, которая оставила прекрасный след на этой жизни. И если мы посмотрим, как она прожила, у нее был нелегкий путь. И я тебе хочу сказать, что каждого из нас, Иисус Христос, Он избрал для специальной цели. Мы не просто здесь, мы не просто люди, которые ходят в церковь, и потом будем проживать нашу личную жизнь. Иисус избрал каждого из нас, чтобы оставить след. И если мы посмотрим на жизнь матери Терезы, мы видим, какой след она оставила, не только в христианском мире, но также в мусульманском. Я никогда не читала об этой женщине, чтобы она говорила, знаете, мне сложно. О, кого бы мне найти, чтобы помолились за меня? Да, Божье Слово призывает нас, чтобы мы молились друг за друга. Призывали предсвященников, предсвитеров, чтобы они помазывали нас маслом. Мы стоим друг за друга. Но если ты хочешь оставить след, ты должен пойти дальше. Ты должен пойти вперед. Если ты хочешь оставить след, тогда ты должен повернуться к спиной всем мирским похотям. И все, что останавливает тебя от твоего призвания, потому что ты особенный. Я думаю, что ты сегодня получишь откровение. Ты знаешь, я думаю, что не случайно я узнал, что сегодня день рождения матери Терезы. И ты знаешь, скольких людей она вдохновила, скольких людей она подняла. Маленькая, щупленькая женщина, которая посвятила свою жизнь той стране, которую люди бы туда многие не хотели бы поехать, в нищету, там, где много болезней. Но что я хочу сегодня сказать, возлюбленная церковь, чтобы мы сегодня посмотрели на свое сердце, какие мотивы нашей молитвы, что мы просим у нашего Господа. Что мы хотим, чтобы Бог сотворил для нас. Что мы хотим, какие следы мы хотим оставить на этой земле. Ведь время бежит вперед. Каждая минута, каждая секунда она уходит от нашей жизни. И мы идем по этой жизни. Да, у каждого из нас есть работа, своя личная жизнь. Но вместе со всем этим мы призваны, возлюбленная церковь, оставить след на этой земле. Если ты человек, который хочешь отставить след на этой земле, ты должен пойти вперед и делать то, что многие не делают. И когда мы смотрим на жизнь этой женщины, я бы хотела сегодня поговорить немного и о ней. Она говорила, выбирай самое трудное место, самое плохое место. Я не знаю, молился ли кто из нас, Господь, я хочу пойти в самое плохое место. Нет, потому что мы обычно, мы молимся, Господь, мы хотим, чтобы наша жизнь изменилась, чтобы все было хорошо, чтобы было то, это, это. Я не говорю сейчас о делах быта. Но когда мать Тереза говорила, избирайте те места, где трудно, где плохо, где сложно. Избирайте ту страну, куда никто не хочет ехать. А что могу сделать я? Что могу сделать я? И многие думают, ну у меня нет ни таланта, ни сила, что я могу изменить. Но я хочу тебе сказать, у матери Терезы не было таланта, но было сердце. Сердце, которое любило Христа и служило Ему. Сердце, которое было готово отдать все ради Христа. К большому сожалению, много сегодня христиан закрылись в своих бытовых вопросах. Но когда мы смотрим на Иисуса Христа, на нашего Господа, на нашего Бога, который оставил для нас пример, Он никогда не молился о бытовых вещах. Но Он сказал, я полагаю душу свою, никто не заставляет Меня, я сам решил отдать свою жизнь. И когда Петр, подойдя к Иисусу Христу, сказал, постой, мы не хотим, чтобы ты шел на смерть. Иисус, обратившись к нему, сказал, послушайте, вы не понимаете, не понимаете, что есть воля Божия. И мы читаем, что Господь поднял себя на распятие ради наших грехов, оставив нам пример. И поэтому апостол Павел далее призывает, давайте идти по следам Иисуса Христа. И я хочу сегодня призвать каждого из вас посмотреть на свою жизнь, насколько мы хотим и оставляем следы Иисуса Христа. Когда мы пробуждаемся, о чем мы думаем, да, нам нравится, мы любим Иисуса Христа, и мы хотим оставить след. Но, когда я говорю с мирскими людьми, и когда я спросил, вы хотите оставить след? Также у мирских людей один из них ответил, ну, мои дети, это мои следы. И когда я рождаю детей на этой земле, это мои следы. Да, возлюбленные, мы рождаем детей, но мы не должны быть удовлетворены только нашими детьми, как следы в этой жизни. Но мы должны сделать наших детей героями, сильными людьми, которые также передадут после наших детей их детям, а те своим детям. И когда человек говорит, знаешь, мой сын, он любит, любит Иисуса, но просто сейчас в церковь не ходит. Я ему говорю, послушай, как может человек отделять себя от Иисуса Христа, от церкви, потому что Иисус есть голова, а тело есть церковь. И поэтому, если ты меня слышишь, возлюбленный, и глава Иисуса, она не отделена от своего тела, она не отделена. И если ты скажешь, что я верю, просто я не хожу в церковь, нет, Божье Слово говорит, что Иисус есть глава церкви. Я вам скажу более, как наше сердце в теле, так же сердце Христа в Его теле, в церкви. Аминь. И вместе с этим всем, драгоценная церковь, мы должны осознать, что мы поднимаем поколения, которые должны быть исполнены силой Святого Духа, которые не будут ждать, что кто-то помолится за них, кто будет поднимать их постоянно. Нет, они должны бежать вперед, вперед, чтобы достигать, достигать то, что Господь приготовил. Как апостол Павел говорит, все мы бежим по листалищу, но наблюдайте, как мы бежим, потому что все бегут, но только один примет славу, примет награду. И ты избран Иисусом Христом. Он избрал тебя среди множества толпы, и Он сказал, если ты слышишь меня, Господь тебя избрал. Если ты сегодня в Божьем доме, Господь избрал тебя, избрал тебя для больших целей. Но когда мы смотрим на наши нужды, на наши способности, на наши таланты, у матери Терезы не было талантов, и, как я уже сказал, у нее было сердце, посвященное Иисусу Христа, и за посвящением всегда стоят чудеса и знамения. Если нет посвящения, нет ни чудес, ни знамений. Если ты хочешь оставить след, ты должен идти вперед. Ты должен делать то, что многие бы не сделали. Ты должен делать то, кто многие бы не дерновели. Если ты хочешь оставить след на этой земле. Давайте прочитаем местописание. Это написано в Евангелии от Моафе, в 7 главе, в 13 стихе. Входите тесными вратами. Возлюбленные, входите тесными вратами. Это говорит сам Иисус Христос. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и простерный путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Если многие идут ими, значит, я должен обратить внимание на свою жизнь, на свои слова, на свои желания, на свои нужды. Я должен обращать внимание, потому что Божье Слово побуждает меня войти тесными вратами. И мать Тереза была женщиной, которая избрала эти тесные врата. Тогда, когда многие думали о своей личной жизни, но эта женщина сказала, я хочу служить Иисусу Христу, я хочу быть посвящена Иисусу Христу. Может быть, мы можем встать и сказать, да, и, да, но что мы можем потерять? Божье Слово, как если не потеряешь, не обретешь. Аллилуйя. Итак, потому что тесны врата и узы к путь, ведущие в жизни, и немногие находят их. Немногие находят их. Если ты думаешь, что каким-то образом удовлетворить свою жизнь, когда я готовился к этому Слову, я хочу просто, чтобы ты сегодня услышал. Если ты сегодня смотришь на свою жизнь, подумай, где эта тесная дверь. Мы все знаем, что мы можем делать больше, чем делаем сегодня. Это мы знаем внутри, что мы можем молиться больше, сильнее. И ты знаешь Божье Слово. Поговорить, что дом мой, назовется домомолитвам для всех народов. Но не знаю почему, к большому сожалению. Воскресные дни людей больше, чем на служение молитвы. Но ведь в первую очередь мы должны быть людьми, которые молятся. Сделай больше. Делай больше. Ты знаешь, что у нас есть служение, учение. Приходи, учись, наполняйся, чтобы идти вперед. Ты знаешь, было время, когда я годами просто учился, будучи в этой церкви, пока Господь взял и послал меня. И сегодня слово, которое я обращаюсь к тебе, оно прежде всего обращено ко мне. Я хочу сам оставить след на этой жизни. И Бог говорит, ты можешь, потому что ты мой избранник. И ты единственный мой избранник. И так каждый из нас избран Богом, всемогущим, Господом, Господом господствующих. Господь презрил на тебя и сказал, я избираю тебя для своей славы. Избираю тебя для явления своей мощи, для своей силы. Избираю для тебя, чтобы ты бежал еще больше вперед, чтобы мы могли взять то, что принадлежит нам. Я вижу многих людей, которые, оставив свои призвания, бегут со своими личными нуждами. Но, возлюбленный, Господь дал тебе призвание, и то, что Господь дал тебе, другой не может это сделать. И следующее местописание, которое я хочу прочитать, из Евангелия от Матфея, 16 главе, стихи 24-25. Тогда Иисус сказал ученикам с вами, если кто хочет идти за Мною, если кто хочет оставить след свой, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Возлюбленный, Господь призвал нас. Возлюбленная церковь, Божие слово говорит, кто хочет найти свою душу, должен прежде потерять. И я нуждаюсь каждый день искать лица Господа. На самом деле ли я живу сегодня правильно? Не связываю ли я свою жизнь с чем-то другим? И у Ванесса Туманян есть очень интересные слова в своей поэме «Взятие с крепости Тывкаберда». Люди проходят в этой жизни, приходят и уходят, и я не хочу быть одним из них, которые просто проходят через эту жизнь. Да, это жизнь проходящая, да, наша жизнь не заключена здесь, она на небесах, но у нас есть труд, у нас есть призвание на этой земле, у нас есть дело оставить след на этой земле, поэтому мы должны сделать больше. И ты знаешь, я обратила внимание, что у нас сегодня останавливает на этом пути, где мы можем оставить следы, почему люди останавливаются, не делают то, что должны делать. и я у себя записал, что ты готов сделать, чтобы оставить след на этой земле, потому что это не только часть Бога, это не то, что Господь должен сделать, здесь есть наша часть, что мы готовы оставить, чтобы оставить след на этой земле. И я хочу вам рассказать историю, которая произошла в Северной Ирландии. Многие князья, они воевали, воевали за остров Ольстер, чтобы оставить свою власть, и никак не могли захватить этот остров. И в конце концов они договариваются, давайте сядем на корабли и поплывем к этому острову. И тот, кто доплывет первый, этот остров станет им. И князья соглашаются и начинают плыть к этому острову. И желание было у всех огромное захватить остров Ольстер. И когда один из князей замечает, что его корабль отстает, он приказывает одному из воинов отрубить себе руку и взяв свою руку, отрубленную руку, он швыряет ее в этот остров. И его рука оказывается на этом острове. И ты знаешь, прошли года, она знамени осталась его окравленная рука. Что мы готовы оставить, чтобы оставить след на этой земле. Потому что если я хочу оставить след, я не могу выбрать широкие врата. Я не могу делать то, что мне приятно, приятно моей плоти. я не могу делать то, что желает всегда мое сердце. Многие я хочу тебе сегодня сказать слово, я прошу тебя, открой свое сердце. Да, мы живем в этом мире, мы смотрим телевидение, мы видим много реклам, но я прошу за счет своего призвания не бери кредит, не бери аренду, не бери, не покупай ни машины, ни квартиры за счет твоего призвания. Я со многими говорю, которые говорят, что у них много сегодня долгов, да, неплохо, и, как наш брат уже сказал, Божья воля, чтобы у нас было все необходимое для нашей жизни, но я знаю одно, не за счет нашего призвания, не за счет нашего призвания, да, если Господь даст, пусть даст, но я не имею права за счет церкви, за счет моего призвания делать что-то, потому что я осознаю, что если я живу в своем призвании, я хожу в церковь, куда я приношу десятину пожертвования, но достаточно, чтобы у меня появился кредит, он будет руководить мною, и я сегодня от многих слышу, о, у меня кредиты, у меня аренда, я должен больше работать, чтобы закрывать это все, поэтому я прошу тебя, подумай прежде всего брать, не будет ли это за счет твоего призвания, Аллилуйя Иисус. следующее препятствия, о котором я хочу поговорить, но до этого я хочу, чтобы мы прочитали историю, которая описана в Евангелии от Матфея в 12 главе, и мы прочитаем 46 стиха, это история, которая повещает нам об Иисусе Христе, когда Он проповедовал толпам людей, и когда Он говорил, вдруг приходят матери, братья Иисуса Христа, и Лука описывает, что многие окружили Иисуса, и из-за этого они не смогли пройти, подойти к Иисусу Христу, и поэтому отправляют человека, чтобы Его позвали, и когда Он еще говорил к народу, матери, братья его стояли вне дома, желая говорить с Ним, и некто сказал Ему, вот Матерь твоя братья твои стоят вне, желая говорить с тобою, это те, кто помогал тебя расти, кто тебя кормил, кто тебя одевал, ты обеспечил вместе с ними, и теперь они зовут тебя, и теперь что важнее для тебя, это толпа, которую ты сегодня проповедуешь, или члены твоей семьи, и как вы думаете, было легко Иисусу, но Он посмотрел в окружение, посмотрел на множество народа, и протянув свою руку к ученикам, сказал, вот Матерь Моя и братья Мои, но то множество, которое слышало Иисуса Христа, и мы сегодня среди этого множества, которое слушает слова Иисуса Христа, которые поднимают нас, дают нам мудрость, но вдруг кто-то шепчет Ему и говорит, кто, кто Матерь Моя, кто братья Мои, и протянув свою руку к ученикам, не ко множеству народу, а к ученикам и говорит, вот Матерь Моя и братья Мои, и честно говорю, если бы я был среди множества, это бы обидело меня, что Иисус не показал на меня, ведь я тоже хочу быть близок к тебе, но Иисус указывая на учеников, говорит, вот мои ученики, вот мои братья, потому что Иисус знал, что не в земле, а те, кто называются ученики Иисуса Христа, они оставят свои следы. И помните историю, когда молодой юноша, подойдя к Иисусу Христу, сказал, я тоже хочу оставить след, тогда Иисус сказал, прекрасно, иди, продай все, что у тебя есть, и следуй за мной, и написано, что он в печали отошел от Иисуса, что мы сегодня готовы оставить, чтобы оставлять следы на этой земле. Следующее, о чем бы я хотела поговорить в сравнении, почему мы не можем оставлять следы, хочу рассказать из своей истории. Я был в очередной трудности, и вместо того, чтобы молиться, я открыл Фейсбук. Я увидела, как один из пасторов разместил прекрасные фотографии, я сказал, Господь, разве ты не мог так сделать, чтобы я, как этот пастор, был в хорошем состоянии, радовался, почему я сегодня в сложностях, а он нет. И я понял, что эти мысли, они подавляют меня. И тогда Иисус проговорил ко мне, проговорил той историей, в которой он уже проговорил к Петру до этого. Когда Петр, придя к Иисусу сказал, да, Иисус, мы пойдем за тобой, но что же будет с Иоанном? Да, мы совсем согласны, согласны пройти трудности, сложности, быта, куда бы многие ни пошли, я пойду за тобой, а что же будет с Иоанном? Но тогда Иисус, обратившись к нему, сказал, не сравнивай себя ни с кем, не сравнивай себя с Иоанном, у него есть свой путь, тебе что? Ты иди и следуй за мной. Возлюбленная церковь, когда мы сравниваем себя жизнями других, мы становимся копией, я прошу тебя, не сравнивайся с другим, если я свою проповедь буду сравнивать с какой-то другой проповедь, я сразу же упаду, не сравнивайся ни с кем, и это слово, которое помогло мне, я хочу сегодня обратить к тебе, ты оригинал, ты особый, никто еще не рождался такой, как ты, до тебя и не будет после тебя, нет подобного тебе, потому что ты оригинал, ты исключительный, ты особенный, нету подобного тебе, нету твоей копии, иногда нам трудно, но ты знаешь, когда нам особенно трудно, когда мы начинаем сравнивать и говорим, да, но он как я, у него тоже есть семья, он тоже служит от Господа, но Господь тебя сотворил особенным, и тот след, который ты сможешь оставить, никто не сможет оставить, тот след, который ты можешь оставить, ни у кого не получится, то дело, которое ты должен совершить, никто не сделает лучше, то призвание, которое у тебя есть, никто не сможет исполнить его так, как ты, да, они смогут сделать, как ты, но не это не будешь ты потому что господь избрал тебя особенно когда он призвал тебя он сказал ты особенно нету второго как ты и я хочу позвать тебя призвать свое служение и господь призвал да очень часто я слышу слова что если кто-то оставляет свое призвание мы должны помогать и многие служители могут взять и сделать что-то вместо тебя да мы должны это делать но то призвание который имеешь ты не имеет тот кто сидит рядом с тобою то что ты должен сделать оставив след на этой земле никто не сможет оставить этот след никто не может заменить твой след он никто не сможет поставить твой след потому что ты оригинален что-то вы очень молчаливые аллилуйя слава господу ты знаешь это вдохновляет нас это вдохновляет меня когда начинают сознавать что я особенный что второго как я нет и если я не сделаю никто не сможет это сделать как я поэтому господь осознанно направляет нас чтобы мы шли вперед мы шли дальше если ты служитель не говори что но если я не пойду кто-то другой сделает вместо меня да он сделает вместо тебя но не сделает так как ты это сделал поэтому я прошу тебя ни с кем не сравнивайся потому что сравнивание она подавляет нас когда мы сравниваем свою жизнь или себя с кем-то ты можешь упасть если твой сослуживец что-то делает ты не сравнивай себя с ним потому что ты не тот же ну конечно если ты хочешь быть копией ты можешь если ты хочешь потерять свой оригинал и стать копией ты можешь да у нас есть служителя мы берем с них примеры с их жизни мы можем от них учиться и так как я сегодня уже привел пример матери тереза но драгоценная церковь то что господь дал тебе то призвание которое господь вложил тебя никто не сможет сделать так как ты и поэтому каждый из нас должен осознавать господь бог все мои дни сочтены все мои часы сочтены и я должен оставить след на этой земле но для этого я должен идти вперед не смотря ни на кого делай больше чем ты можешь подумать что ты можешь сделать делай больше чем делают другие и но придет время когда ты увидишь что ты оставляешь следы но когда мы сравниваемся и также моисей помните когда господь его призывал он говорил но я не могу говорить так хорошо как другие но господь сказал послушай моисей то дело которое ты можешь сделать нету другого который сделает как как ты поэтому это должен сделать ты а моисей сравнивал себя с аароном и говорил аарон он лучше говорит чем я да может быть он говорил лучше чем моисей но дело которое должен был сделать моисей должен был мог бы сделать только моисей и ты моисей призван исполнит свое призвание призвание на этой земле аминь слава господу слава тебе иисус также хочу рассказать вам историю об одном ребенке чей семье кроме него были еще четверо детей сестра три сестры и один брат и они жили в крайне нищете и этот ребенок любил рисовать у него не было соответственных инструментов потому что ему родители могли купить акварель кисточку бумагу и поэтому этот ребенок все что оставляло след он брал и использовал и если ты исследуешь жизнь этого ребенка написано что он даже иногда брал уголек и начинал рисовать им на стенах и когда он подрастает в один из дней один человек замечает талант этого ребенка и представляет его другому этому ребенку дарят бумагу акварели кисть этого ребенка звали у ван из айвазовский ты знаешь это была семья верующих они молились господу и этот ребенок был человеком который не посмотрел на то что у него нет чего у него нет и посмотрел на то что у него было и когда у него был всего лишь уголек он брал его и оставлял следы и ребенок вырос и стал известным художником оставив свой след посреди многих народов и когда мы смотрим сегодня на картины этого человека мы видим как через его картины через известные его картины проявляется божий свет проливается божий свет и в частности картина девятый вал который говорит о спасении человек который не посмотрел на свою крайнюю нищету на безнадежность своей семьи но смотрел на господа может быть он часто молился и говорил господи до тех пор пока ты мне дашь то что ты приготовил я буду использовать все что у меня есть и господь вывел его из крайней нищеты и написано в истории о нем если вы прочитаете вы увидите что он садился в конце своей жизни с князьями этого мира за один стол другой человек чей дедушка был пастором потом его отец стал пастором и он рос в пасторской семье имея все все необходимое для своей жизни его послали в самые лучшие школы учиться и он мог выбрать и сказать нет не здесь не нравится выбирал другую школу он был обеспечен во всем поднимался он рос в молитвах но потом решил стать миссионером и в один из дней он решил также рисовать и пришло время когда он закончил свою жизнь и самоубийством его звали ван гог который я подчеркиваю он вырос в пасторской семье и знаете что интересно да может быть его сегодня картина стоит дороже чем картина айвазовского но интересно то что во время своей жизни он не мог продать ни одной картины в паводис при депрессии он обижался на всех обижался на церкви и у него ничего не получалось и в депрессии он окончил свою жизнь самоубийством когда я смотрю на эти две личности я вижу как один родившись в нищете господь поднял его как вы думаете неужели у бога не было призвание для ван гога да может быть опять же он оставил красивые картины и говорят что недавно за одну из картин отдали миллионы долларов до согласия но кому нужно когда человек потерял свою душу потерял свою жизнь когда он мог оставить свои следы в другой сфере и может быть я говорю то что сейчас не очень относятся к моей теме я них прошу тебя не живи в обиде не говори что я жил я верю в бога но не пойду в церковь потому что мне многое там не нравится не делай то если ты слушаешь сегодня меня через сеть интернет я просто тебе говорю слово от бога беги в церковь и господь благословит тебя благословит твою жизнь благословит твои программы и ты станешь человеком который оставит след на этой земле мы живем вне соревнований никто не может заменить нас никто не сможет сделать то дело которому господь призвал тебя возлюбленная церковь мы можем оставить след на этой земле мы можем оставить след на этой земле и также хочу в конце рассказать вам притчу о карандашах которых брал художник и говорил что я упакую тебя в свою коробку если ты согласишься на несколько вещей если ты хочешь быть орудием в моих руках и быть в коробке моей ты должен позволять чтобы кто чтобы тебя кто-то взял другой ты знаешь если ты хочешь быть в определенной коробке должен быть определенный человек который возьмет тебя и положит тебя в этой коробке ни карандаш не самая прекрасная кисть она не сможет сделать что-то если ее никто-то прежде не возьмет свои руки я благодарю бога за нашего прекрасного пастора который может получать с небес слово от господа который помогает нам идти вперед поэтому необходимо чтобы был кто-то кто был рядом с нами не буду мы что ты сам в одиночку можешь сделать что-то господь призвал каждого из нас и через свои дары он поднимает церковь поэтому служи в церкви не думай что ты веришь в бога и можешь отделять церковь я как уже сказал что церковь есть тело тело иисуса христа и второе если ты хочешь если ты хочешь быть расположен в этой коробке великого художника время от времени тебя должны точить для чего чтобы ты рисовал красивее писал красивее до тебя должны потачивать чтобы ты оставлял прекрасные следы чтобы не произошло ты будешь оставлять след и на какой бы поверхности не писали тобою если ты будешь оточен ты всегда оставишь след драгоценные братья и сестры я уже заканчиваю я хочу просто направить слово в твою жизнь ты особенный человек бог призвал нас чтобы мы были героями не просто прожили обыденную серую жизнь нет господь призвал нас в сверхъестественной жизни господь призвал нас в небо ординарную жизнь если ты человек который согласен со мной давайте будем вместе молиться если у тебя есть видение если есть слово которое направлено твою жизнь мы будем молиться чтобы господь исполнил это слово в его славе чтобы господь явил твою свою славу и она исполнила с божьей мышцей потому что слово божие говорит что господь может сделать несравненно больше о чем мы просим или даже помышляем давайте встанем аллилуйя иисус а